Мы только что с вами говорили про Евровидение, про ваше участие в видео Лука Хэйни, но у вас, конечно, тоже есть яркая карьера, ваша карьера как танцора. Скажите, пожалуйста, о ваших достижениях, чего вы добились за последние годы? Я когда активно танцевала, я выигрывала очень много интернациональных турниров. Я была всегда в финале чемпионата в Германии, один раз даже была третья, выигрывала очень часто чемпионаты Земли, Берлина, смотря где я жила. Титулов достаточно много, даже смотря на то, что у меня в карьере, к сожалению, не всегда складывалось с партнерами, и я была часто одна. Ну, а вот чем сейчас занимаетесь? Сейчас я преподаю классы. Я сегодня сейчас тоже переняла все детей и молодежи в Брюнгольде, на клубе Адам. Я сейчас преподаю. И я очень много тоже работаю так дальше на телевидении, всякие проекты, как хореограф, на летс-дэнс очень часто, так как мой партнер участвует в летс-дэнсе. Я там тоже очень часто за камерой, либо помогаю, либо хореографирую, либо другие проекты на телевидении я делаю. А с партнером участвуете? Вот, кстати, как зовут партнера, и участвуете вы с ним в каких-то соревнованиях еще? Моего партнера зовут Роберт Байч. На соревнованиях мы больше не участвуем, но мы очень много танцуем всяких разных шоу. Мы сами продуцируем шоу. Как в прошлом году Роберт сам продуцировал шоу в Адмиралс-палласти Soul Dance. Это был очень огромный проект для нас, и я ему помогала в этом. А есть планы, может, повторить такой проект или сделать что-то подобное в этом году или в следующем году? В этом году мы, к сожалению, не успеем, но в следующем году обязательно будем. Роберт сейчас принимает участие в летс-дэнсе. Как вам нравится это шоу? Ну, так как я уже много лет там тоже немножко так участвую, я любую эту шоу. Нет, этот формат, потому что некоторые из этого и консоры получают очень хороший шанс свое «я» показать. Нет, не только на паркете. Как вот, на ваш взгляд, танцы латиноамериканские, танцы в Берлине? В какой у нас сейчас стадии развития находятся? Это всегда немножко тяжеловато. Пока что у нас уровень немножко упал, потому что танцоров меньше. Так как у нас все выше и выше становится, к сожалению, у нас все меньше и меньше парк. Хотя так интенсивно заниматься танцами. А в чем это связано, как вы это читаете? Я считала, что у людей нет таких больших амбиций, как раньше. Может быть, потому что хорошая жизнь началась, дети больше не такие. Они более расслабленные стали. Они больше так не напрягаются, как мы раньше. У нас в Казахстане есть еще и 5 лет, но их мало стало.